Добрый вечер. На будущей неделе у нас целая цепь праздников. В среду праздник отдания Пасхи, в четверг вознесение Господне, в пятницу честь и память святого апостола Евангелиста Иоанна Богослова, и в субботу честь и память величайшего святого, святого, которого чтит весь мир, святителя Николая Угодника. Вознесение Господне, отдание Пасхи, извините, это последний день празднования Пасхи. Пасха празднуется 40 дней по причине того, что воскресший Господь Иисус Христос на земле был в течение 40 дней. А Он был 40 дней потому, что душа каждого человека после смерти пребывает 40 дней еще в этом мире. Поэтому Господь Иисус Христос 40 дней провел именно так, как проводит душа человеческая перед тем, как покинуть этот мир, уйти уже в пределы, которых никто из живых постичь не может. И мы знаем, что Господь Иисус Христос три дня был в состоянии смерти, умер. В третий день Он воскрес, и душа, то есть Его вновь соединилась, Его Божественный Дух соединился с телом Божественным. И, значит, вот 40 дней Господь прошел тот 40-дневный путь души каждого человека. Поэтому Православная Церковь Святая чтит этот жизненный путь пребывания Господа Иисуса Христа на земле. Поэтому Пасха длится 40 дней. Ну и кроме того, еще она 40 дней длится, потому что каждый праздник в Церкви длится не то, что один день, а есть праздники, которые неделю празднуются, есть даже больше. А Пасха, поскольку это праздник и праздник, и торжество из торжеств длится в течение 40 дней. И в течение этих 40 дней в Церкви присутствуют пасхальные песнопения, воспоминания о воскресении Христовом, о Пасхе Святой и так далее. И вот в среду это последний день, 40-й день отдания Пасхи. Господь Иисус Христос, пробыв после Своей смерти и воскресения 40 дней на земле, в 40-й день вознесся. Поэтому в четверг Святая Церковь чтит и празднует Вознесение Господне. С одной стороны, для апостолов, для учеников Господних, это была великая скорбь, потому что они расставались с Господом Иисусом Христом. Он еще говорил им до своей крестной смерти, говорил о том, что ему предстоит в 40-й день после смерти вознестись на небо и уйти, оставив учеников одних. Они очень скорбели об этом, просили его не уходить от них. Однако Господь им сказал, если я не уйду от вас, то не умолю Отца моего, и он не пошлет вам утешителя Духа Истины, Духа Святого. Значит, с одной стороны, естественно, это скорбь, печаль была для учеников, для апостолов. Но с другой стороны, это радость. Почему? Потому что Господь, уйдя телом, остался Духом с нами. То есть, через 10 дней после Вознесения на апостолов сошел Святой Дух. И Дух Святой пребывает в Церкви постоянно. И Дух Святой свершает Таинства Святые. С помощью этих Таинств мы опять же приобщаемся к Святому Духу, Благодательству Духа. То есть, человек имеет возможность даже, можно сказать, ежедневного общения с Духом Святым. И это большая радость для человека и большое утешение. Радость почему? Потому что истинная радость бывает не от того, что там человек что-то сделал или приобрел что-то. Это временная радость, которая проходящая. А истинная радость – это радость Духа, радость духовная. Она неприходящая. И она бывает от ощущения близости к Богу. Но это бывает в том случае, когда человек очищается от своих грехов. То есть, каждый человек, живя без Церкви и вне Церкви, думает, что у него нормальный состояние души. Он думает, что так должно быть, что это то, что нужно. Что это нормальное, естественное явление. Но когда вдруг человек приходит в Церковь на исповедь, раскаивается, или если он не крещеный, приходит и крестится, то он обретает величайшую духовную радость и легкость. Ну, я лично из своей священнической практики, из своего священнического опыта скажу, что сколько уже тысяч покрестил, ну, естественно, и поисповедал еще больше людей. Там счет уже в других цифрах. Всегда эту радость видно, всегда она ощущается. Ну, кроме того, я лично всегда спрашиваю у людей, что они ощущают. Спрашиваю не для того, чтобы себе статистику иметь. Это хорошо знать, что любой человек действия Святого Духа ощущает с радостью. А для того, чтобы заострить их внимание, чтобы, ну, на большее-то запомнилось. То есть, не было ни одного человека, кто бы не ощутил этой духовной радости. Она от чего бывает? От того, что простились все грехи, как в таинстве крещения человеку прощаются все-все-все грехи. Ну, много еще других действий дается от крещения. Ну, кроме всего прочего, и прощаются грехи. И вот состояние души крещеного, состояние человека крещеного, это, ну, неимоверная духовная радость, духовное счастье, легкость в душе. Точно так же человек, когда поисповедуется, раскается в грехах глубоко и искренне, получает ту же самую легкость и ту же самую радость. Поэтому радость есть физическая, телесная, то есть радость, когда там человек что-то там купил или приобрел, или сделал, или совершил что-то. Ну, мы знаем эти радости. Но они все приходящие. И беда вся еще в том, что человек к ним привыкает. И есть радость духовная, которая может быть вечной и которая никогда не проходит, если человек этого пожелает. Она бывает от того, что прощается человек к грехи, то есть он у них раскаивается и, соответственно, приближается к Богу. Потому что человек с грехами, он отдаляет себя от Бога. То есть грехи это есть барьер, некая изоляция между человеком и Богом. И чем их больше, тем этот барьер более непроницаемый. А чем меньше грехов, тем человек ближе к Господу Богу, тем, так сказать, больше у него легкости в душе и больше радости. Так вот, человечество после сошествия Духа Святого на апостолов получило эту великую радость. И утешение. Во-первых, Господь Иисус Христос говорил, пошли вам утешителя Духа истины. И поэтому приобщение святых таинств, как действие Святого Духа, действие Божий, является великим утешением для человека. Причем утешением как духовным. Человек духовно успокаивается. Потому что когда человек живет без Бога, его душа мечется, мучается, метется. А когда человек приходит к Богу, когда он приобщается к святых таинств, то здесь он получает утешение. То есть душа успокаивается, не мучается, не метется, не мечется. Приходит успокоение. А спокойствие это то, зачем мы, люди, все гонимся. Единственная беда и большой недостаток в том, что мы это успокоение ищем не всегда там, где надо искать. Не всегда там, где это должно быть. То есть многие пытаются искать, думают, что успокоение приходит после достижения материального благополучия. Другие думают, что после достижения признания людьми, почета и уважения. Третий думает, что еще после каких-то причин. Пятый думает, что это в семейной жизни успокоение обретается. Да, ну можно, если, как сказать, люди к браку относятся достойно, именно так, как подобает христианам относиться. Да, у них будет действительно успокоение в семейной жизни. Но это не говорит о том, что не будет успокоения во внешних отношениях с миром. Да, дай Бог, что предположим, что хорошо у людей в семье, очень хорошо. Но никто не гарантирован от того, что на работе что-то не будет плохо или тяжело, или еще где-либо. Или там с детьми, не дай Бог никому, тоже будут какие-то неввязки в жизни. То есть скорби, не в счастье, не в взгоды, они у всех есть. От них никуда никому не деться. Если у нас в одном хорошо, в другом обязательно что-то будет плохо. В третьем и так далее. И успокоение, конечно, искать нужно, но нужно искать еще и главное успокоение. То есть мы обязаны делать, чтобы у нас и в семейной жизни было хорошо. Мы обязаны и работать, мы обязаны и зарабатывать, и семью кормить. Зарабатывать не для того, чтобы, так сказать, гнаться за деньгами, чтобы поставить их целью жизни, а для того, чтобы семью кормить. То есть одно и то же, но разный подход. И получается уже разное совсем дело. Если человек зарабатывает деньги для того, чтобы кормить семью, чтобы любовь свою воплотить к своим ближним, к семье своей, это хорошо. Если он поставил как в качестве самоцели, деньги, 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 ничего больше, это очень плохо. А самое главное, человек должен помнить и искать успокоение духовно. То есть он может и в семейном успокоении искать, и в физическом, и в духовном обязательно. Потому что без духовного вторых и третьих успокоений не будет никогда в жизни. И когда будет у человека душа спокойная, тогда у него будет и все спокойное. И отношение к жизни будет правильное. И, как говорил святитель Иоанн Златоуст, человек верующий, православный верующий христианин, подобен человеку, который находится на вершине скалы и созерцает волны, бушующие волны Житейского моря, в котором барахтаются, плавают и тонут люди неверующие. То есть действительно Житейское море у нас всех не то, что колышет, а штормит очень сильно. Это мы хорошо ощущаем. И не только верующих и неверующих, и других религий. То есть всем в этой жизни очень тяжело достается. Но православная вера дает людям возможность духовно именно взойти на скалу. То есть физически мы все будем барахтаться, это понятно, то есть жизнь там такая. Но если человек имеет упование на Бога, то это у него главная твердыня, которая дает ему крепость, уверенность и спокойствие во всех жизненных тяжелых ситуациях. То есть человек верующий, он понимает, что такова воля Божия. Значит, где-то я был виноват, где-то я согрешил, что вот сейчас у меня такие испытания, наказания приходится претерпевать. И он не скорбит от этих наказаний, от этих испытаний. Он, наоборот, воспринимает это со смирением и кротостью. Поэтому ему спокойно. А человек, который живет без Бога, естественно, у него это большое разочарование, большой удар по самолюбию, по гордыне, или просто по карману, или еще по чем-то, или по нервам. Ну, каждому по-своему, в зависимости от того, какое несчастье. И, соответственно, никакой твердыни у него нет. И это очень тяжело. Поэтому общение с благодатью Духа Святого, это есть именно та твердыня, которую получает каждый человек. То есть именно утешитель, утешение человек получает, духовное утешение. Физически, да, может быть, нам тяжело всем по жизни, это понятно, никто этого не избежит. Но дело не в том, какие тяжести мы переносим в жизни, а дело в том, как мы к ним относимся. То есть к ним надо всегда правильно относиться. Если человек понимает, что такова воля Божия, и это должен перетерпеть с достоинством, значит, эти скорби проходят для него не так болезненно и не с такими последствиями. А самое главное, у него правильное к нему отношение. Я заслуживаю это. Соответственно, и радости больше будет в жизни. Если человек не имеет упования на Бога, на его святую волю, естественно, это будет очень большая скорбь и очень безысходная скорбь. А это печально. Это очень тяжело, трудно, и многие даже и не выдерживают. Поэтому Господь ушел в сороковой день от нас, Господь Иисус Христос, но пришел Дух Святой, и Он всех нас по сей день, каждую желающую, в любой момент может вытешить, дать нам успокоение, умиротворение и прощение грехов, для того, чтобы мы имели чистое общение с Господом Богом. Господь Иисус Христос, дать нам успокоение, умиротворение и прощение с Господом Богом. Добрый вечер. Где-то две недели назад я делал объявление о том, что раздавали в Пушкино какое-то тесто из Иерусалима, тесто, которое якобы принесет счастье. Вот я говорю, мне даже немножко смешно, как это тесто может человеку принести счастье. И, в принципе, это должно быть каждому нормальному человеку такое должно быть отношение. Но, к сожалению, очень многие люди берут и думают, что действительно тесто может принести какое-то счастье. Но как это так? Как это может быть, чтобы тесто принесло счастье? Почему мы каждый день едим хлеб, и никого счастья нам не приносят? Ну, кроме физического насыщения. То есть, какая связь? И вообще, что такое счастье? Всё в этой жизни относительно, и под счастьем разные люди подразумевают разное. Кто что. И если так задуматься, то, в принципе, все говорят, гонятся за спокойствием. То есть, хочется, чтобы человека ничто не беспокоило, ни страсти, ни потребности какие-то, ни необходимости. То есть, чтобы человек жил спокойно, во всём удовлетворённый. Некоторые в этом видят счастье. Но более того, надо сказать, что счастье, в первую очередь, в духовном спокойствии. А духовное спокойствие бывает, когда человек борется с грехами, исповедуется, раскаивается в грехах, и, соответственно, обретает близость к Богу. Это счастье в духовном отношении, оно уже влечёт до собой и физическое счастье. И тогда, по воле Божией, и многие невзгоды этой жизни, человеку как-то, ну, сглаживаются. Но речь не о том. Речь о том, что многие бездумно хватают какое-то тесто, а завтра ещё неизвестно, что ещё принесут. А что за тесто? Что туда намешали? Может быть, туда яд подсыпали? А может быть, туда человеческую кровь налили? Может быть, ещё что-то? А мы должны взять, испечь его там какой-то, в какой-то назначенный день и съесть. Как это так? Кто его разобрал? Какие-то сектанты, скорее всего. А может быть, иудеи свою мацу раздают. И такое может быть. Но, если бы, допустим, человек будет есть, предположим, какие-то там пирожки с еврейской кухней, с еврейского ресторана, пожалуйста, ничего из такого нет. Или там точно так же, как если узбекская кухня, да пожалуйста, хорошо, познать чужую кулинарию, кулинарию другого народа, это очень хорошо. Но, если мы будем есть еврейскую мацу, это будет большой грех. Очень большой, тяжкий грех. Почему? Потому что в данном случае это не кулинария еврейского народа. Это... Это... Продолжение следует...